Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал English. Если вы в первый раз на нашем канале, нажимайте подписаться внизу под этим видео и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы точно не пропустить следующее видео. Если вы уже много лет изучаете английский язык, но никак не можете продвинуться дальше своего уровня и просто не знаете, с чего же вам начать, то скорее заглядывайте в описании под этим роликом, так как наша онлайн-школа проводит бесплатный вводный урок по изучению английского языка. Ссылку мы оставили в описании. Сегодня мы с вами поговорим о нескольких шагах, которые помогут сделать английский язык вашей привычкой и сделают его изучение наиболее гармоничным и интересным для вас. А те, кто досмотрит это видео до конца, ждет маленький сюрприз от нашей школы. Если вам интересно, тогда смотрите до конца. Поехали! Лучший способ изучения иностранного языка оказаться в среде, где на этом языке говорят. То есть, если вы изучаете английский язык, вам необходимо оказаться в стране или городе, где говорят на английском языке и где у вас не будет возможности использовать свой родной язык. Я понимаю, что большинство из нас не может вот так просто по щелчку пальцев оказаться в другой стране, поэтому мы с вами эту языковую среду будем создавать вокруг себя самостоятельно и будем учиться заниматься английским языком каждый день. Та-да! Каждый день! Прямо сейчас я вам дам несколько советов, как сделать английский язык вашей привычкой, и чтобы через какое-то время он стал у вас просто автоматическим. Первый совет. Очень круто, если вы ведете свой личный юбник. Если вы как-то систематизируете свои, там, задачи, планируете свою неделю и так далее, попробуйте начать это делать на английском языке. Это не означает, что вам нужно теперь писать какой-то огромный эссе в вашем дневнике, как вы провели день и так далее, что все вообще должно быть идеально, все грамматические нормы должны быть соблюдены. Нет, совсем нет. Прелесть этого метода в том, что только вы видите свои записи. Вы можете писать там полнейшую ерунду, главное делать это на английском. Вы отрабатываете свой навык письма и учите новые слова. Пишите список задач, распишите себе всю неделю. Напишите список покупок, список продуктов и повесите его на холодильник. Если вы введете дневник питания, так попробуйте перевести его на английский язык. Таким образом вы узнаете новые слова и тренируете их в письме. Если же вы пользуетесь какими-то приложениями для планирования своего дня, то зайдите в настройки и смените язык с вашего родного языка на английский язык. Но я надеюсь, что у вас уже давным-давно весь телефон на английском языке, да? Однако, если вы таким не пользуетесь, то у меня есть еще один очень крутой совет, как тренировать навык письма без особых усилий. У вас наверняка есть какие-то любимые актеры, певцы, блогеры, которые говорят на английском языке. Так вот, обязательно следите за их деятельностью в социальных сетях. Открывайте их, не знаю, инстаграм-профиль, твиттер, ютуб-каналы и оставляйте там комментарии. Это опять-таки не означает, что вам необходимо оставлять какой-то, не знаю, целый огромный отзыв под каждым видео на ютубе. Нет, совсем нет. Если у вас начальный уровень языка, то вы можете просто оставлять какие-то короткие комментарии, что-то вроде Или, может быть, какой-то у вас есть любимый актер, вот можете зайти к нему в профиль в инстаграме и написать под любой фотографией Обращайте внимание на то, какие комментарии оставляют другие пользователи, читайте их. Можете даже скопировать какой-то комментарий, который вам больше всего понравился и тоже самое отправить. Казалось бы, да, вот такая мелочь. Буквально там у вас уйдет одна-две минуты на то, чтобы написать комментарий, прочитать чей-то пост. А вот уже вы практикуете английский язык, отрабатывая навык чтения и письма. Возможно, даже вы с кем-то сможете вступить в диалог. Обязательно обращайте внимание на то, что пишут другие пользователи. Отвечайте им, пишите, задавайте вопросы своим любимым блогерам и звездам. И, люди, я могу teach anyone, you just gotta speak English. Это ведь часто проблема тех, кто начинает изучать новый язык. Вроде бы, вот вы начинаете понимать речь на слух, там, да, можете прочитать текст, переводя какие-то там отдельные слова и фразы. Но ответить что-то, да, выразить свое мнение у вас не получается. Вы не можете даже там связать одно-два слова. Так вот, таким образом вы тренируете этот навык. Вы заметите, что уже там через пару дней, через неделю у вас начнет ломаться вот этот барьер. Вы уже будете знать, что ответить и как выразить свое мнение. И следующий совет, который вы наверняка слышали уже, ну, миллион раз, но это правда важно. Начинайте смотреть сериалы, фильмы, вообще все просто на английском языке. Ребят, ну, правда, вы только представьте, что одна серия, там, идет 40 минут или целый час, или даже фильм, там, полтора-два часа. И все это время вы слушаете английскую речь, отрабатывая навык аудирования. Даже если вы смотрите, там, с английскими, русскими субтитрами, постоянно отвлекаетесь. Да в любом случае какие-то фразы, которые герои повторяют наибольшее количество раз, они все равно останутся у вас в голове. Можно при разговоре с носителями языка, если вы эти же фразы услышите, то вы подсознательно будете понимать их смысл, и вам будет легче понимать человека. И посмотрев несколько серий, я вам просто гарантирую, вы не сможете оторваться. Так как, какая бы качественная ни была озвучка, оригинал все равно всегда будет в сто раз круче. Главное найти то, что по душе именно вам, так как помните, изучение английского языка должно быть только в удовольствии. И, кто знает, может быть, конец сезона любимого сериала, шоу, вы уже будете смотреть только на английском языке. Многие мои друзья изучают английский язык посредством перевода своих любимых песен. И это, на самом деле, тоже очень крутой метод изучения нового языка. Я наверняка думаю, что у вас найдется хотя бы одна песня на английском языке в вашем ежедневном плейлисте. Так вот, попробуйте найти перевод песни. И теперь, кроме того, что вы знаете наконец-таки смысл любимой композиции, вы пишите оттуда новые слова и фразы, которые вам до этого были незнакомы. И в следующий раз, когда вы будете слушать песню, обратите на них особенное внимание. А теперь попробуйте пропеть песню вместе со своим исполнителем. Вы запомните лучше новые слова, а во-вторых, конечно же, поработайте над своим произношением. И казалось бы, да, вот опять-таки, вроде бы вы просто слушаете свою любимую песню, как и всегда, и там, да, как и миллион раз до этого. Но на самом деле вы учите новые слова и тренируете навык аудирования. У меня, например, да, в детстве была любимая песня Let's Get It Started группа Black Eyed Peas. И вы можете представить, как я ее пела. Потому что, конечно же, я понятия не имела, какие там вообще слова. Чтобы таких вот ошибок не совершать, чтобы все-таки знать, какие слова в вашей любимой песне, знать перевод любимых песен, обязательно следуйте этому совету. Есть также несколько полезных приложений, которые помогут вам сформировать ваши полезные привычки и следить за своим прогрессом. Первое приложение называется Daily Habits. Приложение помогает вам в формировании новых полезных привычек и избавлении от плохих. Отмечайте выполнение задач в каждый временной промежуток дня и следите за своим прогрессом. Следующее приложение Daily Habit Tracker. Это приложение для iOS. Удобный и стильный дизайн, нет никакой рекламы и лишних функций. Так что тоже вам рекомендую пользоваться. Как вы поняли, слово habit означает привычка. И вот вам несколько фраз, очень полезных фраз на тему привычек на английском языке. To form a habit – это сформировать привычку. It only takes 21 days to form a habit. Это занимает всего лишь 21 день, чтобы сформировать какую-то привычку. To pick up a bad habit означает перенять у кого-то вредную привычку. It's really hard to break a bad habit. Это очень вообще-то тяжело избавиться от вредной привычки. But it's a habit I'm trying to break. И еще есть две полезные конструкции, которые помогут вам рассказывать о своих полезных или вредных привычках на английском языке. Первое – это Отличаются они тем, что To be used to doing something переводится как Я привык делать что-то. А to get used to doing переводится как Я привыкаю, то есть я нахожусь в процессе. К примеру Я привык это делать. Я привык носить вот такую вот форму. Пример с конструкцией To get used to doing Он привыкнет читать много. То есть еще раз, да, разница? Я привык, чтобы все было по-моему. А вот фраза Я привык, чтобы все было по-моему. Приводится как Я привыкаю, то есть я нахожусь в процессе пока, только чтобы вставать рано. И возвращаясь к теме полезных приложений, есть еще крутой сервис Google Calendar, где вы можете систематизировать ваши планы, да, организовывать встречи, мероприятия, какие-то события. У сервиса удобная система напоминаний, и в одном профиле вы можете сразу ввести несколько календарей, то есть вы точно не пропустите какое-то важное мероприятие. Но не забывайте делать это на английском языке. Вот, ребята, все эти несложные шаги помогут вам сделать английский язык вашей привычкой и помогут вам заниматься им каждый день с удовольствием. Главное теперь не потерять мотивацию и помнить о том, какие перспективы перед вами откроются после того, как вы освоите язык. А теперь, ребята, о небольшом подарке. Специально для вас наша онлайн-школа English. создала для вас трекер привычек на одну неделю и на целый месяц. Вы можете его распечатать, повесить где-нибудь дома и отмечать каждый день выполнение тех или иных задач. Все-таки использование приложений это одно, вы можете там убрать напоминания, удалить, да. А когда у вас вот такая вот версия, такая распечатка висит дома и все время маячит перед глазами, не дает вам забыть о том, что вам надо сегодня позаниматься английским языком, то это, конечно, другое. Скачать трекер вы можете по ссылке в описании. И не забывайте написать в комментариях о том, что вы делаете каждый день, чтобы изучать английский язык. Расскажите нам о своих полезных привычках и, в общем, делитесь своими знаниями. Продолжение следует...